О важном, о главном, об интересном расскажем прямо сейчас. Это итоговая программа неделя на Абакан-24. В студии Татьяна Крапивина. Здравствуйте. Минус доходы плюс долги. В Хакасии подвели итоги исполнения бюджета республики за 2023 год. В публичных слушаниях, помимо депутатов регионального парламента, приняли участие главы городов и районов. И именно у них было больше всего вопросов к Министерству финансов и правительству Хакасии в целом. Отчет, которого ждали все. Законопроект об исполнении регионального бюджета представлен на общественное обсуждение. Финансовые итоги 2023 года в Хакасии по традиции подвели в Большом зале республиканского парламента. Помните, что, и, наверное, обратили внимание на то, что время формализма и чиновничьего подхода к проблемам у нас закончилось. Площадка Верховного Совета – это у нас, коллеги, не изба читальня и не кинозал для показывания красивых картинок с счастливым концом. Мы с вами должны приходить к конкретным решениям, обсуждая настоящие, действительные проблемы, которые волнуют людей. С бюджетным отчетом многие депутаты предварительно ознакомились. Так что вопросы к руководству Минфина Хакасии у большинства присутствующих на тот момент уже появились. Спикер парламента пообещал – разговор будет откровенным. Судя по проекту закона, представленному Верховному Совету, у нас все хорошо. Если вы спросите людей и спустите с небес на землю, то вы увидите совершенно другую картину. Нужно реально начинать работать, а не жонглировать цифрами. А в цифрах картина выглядит следующим образом. 48 миллиардов по доходам и 55 миллиардов рублей по расходам. Однако парламент сегодня заинтересовали несколько иные параметры бюджета республики. В прошлом году правительство Хакасии активно привлекало казначейские и банковские кредиты. 3,5 миллиардов соответственно, которые рано или поздно придется вернуть. По итогам 2023 года государственный долг республики Хакасии составил 25 миллиардов 193 миллиона рублей, что выше уровня предыдущего года на 1 миллиард 611 миллионов рублей. И еще, вот у нас мы определили доходы, расходы, дефицит, кредиторку. Но, Игорь Афанасьевич, я вот нигде не услышал, у нас еще есть и дебиторка, дебиторская задолженность. А вот дебиторская задолженность, мы все что-то про нее не говорим и молчим. Вот оно может быть источником покрытия, потому что на сегодняшний день за 2023 год она на 4 миллиарда приросла. И на сегодняшний день является 16 миллиардов дебиторкой. Это нам должны, можно так сказать. Представляете, 16 миллиардов, 31 у нас миллион своих доходов без федеральных трансфертов, и 16 миллиардов у нас где-то там лежит, непонятно, как и что. Вот эти вопросы. Поэтому, таким образом, принимая во внимание вышесказанное, можно сделать вывод, что в 2023 году прирост доходов от налоговых поступлений, так же, как и снижение налоговых поступлений, обусловлено внешними факторами. И, можно сказать, без участия практически правительство. То есть мы никак не влияем на это. Но надо ситуацию менять. Хакасия продолжает находиться в тройке регионов Сибирского федерального округа с самой высокой долей населения, живущего за чертой бедности. Первое место, конечно, занимает Тува. По итогам 2023 года Росстат установил 23,5%. Однако к 2022 году они сократили число бедных на 2,5%. Второе место занимает Республика Алтай – 16,5%. Они также сократили бедность на 2,5%. Республика Хакасия занимает третье место – 15,8%. Однако сократили мы бедность всего на 0,6%. Ну и, исходя из простой математики, на следующий год мы будем занимать второе место в Сибирском федеральном округе. Причем по итогу прошлого года Республика задолжала не только казначейству и банкам, но и собственным муниципалитетам. Глава Абакана напомнил руководству Минфина о построенном водопроводе для региональных объектов. Договоренность была с правительством. Пожалуйста, постройте, мы вам это все дело оплатим. Прошло 6 месяцев со времени закрытия форм. Средства до настоящего времени не были выплачены. Кроме этого, не выплачены средства по программе современной городской среды. Я все прекрасно понимаю все сложности, но вы поймите, что за каждым объектом стоят предприниматели, стоят люди, и на сегодняшний день мы дождемся завтра-послезавтра предприниматели выйдут на эту площадь. Ситуация такова, что раз этот вопрос мы подняли, два вопроса, три подняли, но я сейчас задаю его действительно 25-й раз. Мне хотелось бы услышать сроки, чтобы я мог довести нашим подрядчикам, когда эти средства с регионального бюджета будут закрыты. Ну, не открою никому страшную тайну, что на 1 мая кредиторская задолженность консолидированного бюджета составляет уже 5 миллиардов рублей, в том числе республиканская 1,975 и муниципальная 3 миллиарда рублей. Что касается сроков, я вам могу сказать только одно. То, что касается субсидий, кредиторскую задолженность, субсидий, которые распределены законом о бюджете на 2024 год, мы постарались, так как она распределена между муниципальными образованиями, по каждому направлению, по каждой программе, в том числе, по которому вы говорите, городу Абакану при распределении субсидий законом, опять же, о бюджете, то есть не были предусмотрены данные средства. Поэтому по субсидиям по данным направлениям вопрос открытый, и он может быть решен, если будут какие-то дополнительные поступления в республиканский бюджет, ну, за счет каких-то дополнительных источников. На данный момент таких источников пока нет. Это расходные обязательства субъекта, субъекты, это ваш объект, ваш объект, и вы на сегодняшний день говорите, что нет лимитов, нет возможности, вопрос открытый. А людям-то что говорить? Что мне говорить подрядчику, у всех семьи, у всех детей? Это объект МСП, там на самом деле не крупное предприятие. На сегодняшний день он завтра обанкротится, и что мы людям будем говорить об этом? Мы говорим о том, что лимиты не предусмотрены, средств нет, и даже вообще из того, что вы сказали, я все понимаю, все трудности с региональным бюджетом, но из того, что вы сказали, выхода вообще нет. Лимиты вы на сегодняшний день вообще тогда не откроете, и мы вообще тогда не выплатим. Но это же неправильно, это не государственный подход. Алексей Викторович, вы же понимаете, что у нас законом на 2024 год такие субсидии не предусмотрены? Алексей Викторович, мы людям что сказать? Вот так сказать? А завтра, если оно банкротится? Спасибо. Алексеевич, а так и скажите. Вопросы такого рода к региональным властям есть и у других муниципалитетов Хакасии. Вот только ответов на них у правительства республики, к сожалению, нет. Там, где заканчивается асфальт. Профильный комитет Верховного Совета Хакасии провел выездное заседание на месте строительства новой дороги Абакан-Черногорск. Принято решение вынести изменения в проект. Рядом с автомагистралью проходит водоносный коллектор. На отдельных участках они пересекаются. Поэтому нужна дополнительная защита. Но дорога все же будет построена. Комитет по экономической политике и промышленности парламента Хакасии в Калининском сельсовете. Выездное заседание по вопросу строительства автотрассы Абакан-Черногорск. Давайте мы сегодня конструктивно отработаем без эмоций. Выслушаем все стороны и примем решение. Но совсем без эмоций не получилось. Слишком много сил и средств вложили в эту дорогу главы муниципальных образований Усть-Абаканского района. Калинина и Расцвета. Ее даже называют стратегической. Еще бы. Самый короткий путь в столицу. Вот пробка до Газпрома. Я вот прям сфотографировала вам всем. Она стоит. Посмотрите, пожалуйста. Вот эта пробка. Какая-то любая авария здесь. До рассвета стоят пробки. До рассвета стоят пробки. Это просто для Хакасии стратегическая дорога. Чтобы разгрузить вот этот аэропортовский, вот это горлышко. Там же будет ездить пол Черногорска. Там рассвет будет ездить. Там зеленый будет ездить. Да. И это очень важно. И для одного муниципалитета это важная дорога. И для Калининского, и для всех Хакасии это очень важная дорога. Мы предлагали взять и разработать Минтрансу этот проект. Заниматься земельными участками. А не так, как мы в прошлом году. И ведь нас же поддержали. Но потом спустя месяц, спустя месяц, там в прошлом году, передали субсидии именно на поселение. С учетом того, что мы разработаем проект. Сажим и Мадисон. Отработаем. С земельные участки вопрос решим. Мы построим эту дорогу. И потом уже передадим ее правительству. Готовые проекты уже прошли госэкспертизу. Объявлены торги по определению подрядчиков. И вдруг, как гром среди ясного неба. Минтранс Хакасии рекомендовал отменить аукционы. Новая дорога проходит рядом с коллектором, который снабжает питьевой водой Черногорск. Я говорю как хозяйственный, как общественный. 12 миллионов потрачено на проект. А мы вернем эти деньги? Как мы вернем? Через суд. Да. Он не пройдет на сегодняшний день экспертизу. Он уже нашел. Воздействие на этот коллектор без каких-то там укрепительных, да, инженерных, скажем, решений вообще запрещено. Он является проницаемым. То есть, как в него может попадать какие-то, скажем так, нефтепродукты, да, так и из него вода вытекает. Далее. Срок эксплуатации нормативный уже давно превысил. Уже 60 лет будет в следующем году. Мы предложили защитить в местах перехода коллектора, уложить, усилить дорожными плитами места пересечения. По 2-3, да? Да. По 2-3. Понятно. Удорожание на сколько? Удорожание не считали. Ну, и там у нас есть непредвиденные затраты в проекте. Вы вписывайтесь на эти 9,80%? Впишемся. Детали выяснили уже на месте, на улице Белых облаков, которая в перспективе станет транзитной для жителей Абакана Черногорской агломерации. Для коллектора новая дорога особой угрозы не представляет. Гораздо больше урон ему причиняет в настоящее время гравийная трасса, возникшая стихийно. Мы сейчас с вами находимся на дороге, по которой с обеих сторон ездят большегрузы. И они ездят сейчас конкретно по коллектору. Для этого и был разработан проект, для того, чтобы дорогу переместить в левую сторону, с переходом под 45 градусов, естественно, с укреплением коллектора. И тогда движение не будет проходить по коллектору. Мое мнение, как профессионала-строителя, при котором при активном участии под руководством построено не одна сотня километров, как автомобильных и железных дорог, я никакой препятствий не вижу. Просто идет непонятная игра. Никто не хочет брать на себя ответственность. Дорога должна быть. Дорога необходима для и Абакана, и для муниципальных образований, Калининской постсоветы, для Рассвета, для всех жителей. Принято решение совместное на комитете, что до вторника следующей недели состав рабочей группы утвердить и рабочей группе отработать, и в пятницу следующей недели предоставить уже конкретные решения по данному вопросу. Для того, чтобы обезопасить новую автотрассу и продлить срок ее эксплуатации, Калининский сельсовет решил установить в этом месте видеокамеры, ввести запрет на движение больших грузов и ограничение по скорости. И в продолжение темы строительства. На этот раз внутригородского. 17 общественных территорий и 11 дворов-многоэтажек в этом сезоне благоустраивают в Абакане в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Накануне на штабе строители и подрядчики обсудили ход работ на каждом из объектов. Программа по формированию комфортной городской среды реализуется в Абакане уже много лет. В рамках нее строители ремонтируют дворы, обустраивают скверы и парки. В этом сезоне работы ведутся над объектами, за которые горожане голосовали в прошлые годы. Всего 17 общественных территорий, в числе которых новые, выбранные абаканцами в 2023-м. Это проспект Ленина и набережная на проезде Северный. По многим объектам работы скоро начнутся. Мы приступили уже к работам в зоне отдыха. Это приступили, сделали первый этап устройства песчаного покрытия пляжа. Теперь завершаем разработку или работаем под проектной документацией по оснащению уличной мебели. Всего территорий 17, поэтому практически на всей территории в этом сезоне работы будут выполняться. Завершают строители работу и на проспекте Дружбы народов, где подрядчики делают тротуар на участке до сквера «Маленький принц». Новое асфальтобетонное покрытие появится там в ближайшие 2-3 недели. Большие планы у Архограда и на сквер расположены за храмом Константина и Елены по улице Пушкина. Работы над его благоустройством, напомним, ведутся уже третий год. В этом году планируем практически завершить все работы. Подрядчик приступил к устройству покрытий тротуара и к завершению работ по устройству декоративного уличного освещения. Помимо общественных территорий в этом году будет благоустроено 11 дворов. В том числе это проекты с долевыми вложениями собственников на сумму более 4 миллионов рублей. Работы по территориям уже ведутся, определены подрядчики. Ровно полтора месяца с начала капитального ремонта трех образовательных учреждений в Абакане. Обновление 3, 10 и 30 школ ведется в рамках федеральной программы модернизация школьных систем образования, госпрограммы развития образования. Темпы ремонтных работ на постоянном контроле. Еженедельные штабы проходят под руководством главы города. В образовательных учреждениях строителям предстоит разобрать все, от пола до потолка. Работы по демонтажу идут в хорошем темпе. В третьей школе они параллельно ведутся на крыше и фасаде здания. Фасад утепляется, утеплитель, ветрозащитная пленка, каркас. Все идет, будет облицовано хоризотилцементными листами, согласно проекту, голубенький цвет. Все возникающие вопросы, проблемы и пути их решения обсуждаются в рамках строительного штаба с присутствием руководства школы управления образования, подрядной организации общественного контроля и главы города. Удобство, комфорт и безопасность учеников и педагогов, которые уже в следующем году должны вернуться в обновленное здание школы, приоритеты для строителей. Зданию третьей школы 75 лет, поэтому нюансов в ходе капремонта немало, но все решаемо. Здание очень старое, и те сюрпризы, которые мы ожидали получить, после того, как мы вскроем полы, после того, как мы вскроем перекрытие, ну, собственно, мы их и получили. То есть, к сожалению, проектам это предусмотреть, это скрытая работа невозможно было. В настоящее время мы будем вносить изменения в проектную документацию. У нас предполагается по старой части здания замена перекрытий, причем замена перекрытий в полном объеме. Это усложняет процесс, удлиняет процесс. К сожалению, это дополнительное средство, которое мы будем вынуждены изыскивать в муниципальном бюджете, но это безопасность ребятишек. В первую очередь, конечно, на это мы идем. А это уже 30-я школа, где демонтажные работы полным ходом идут полтора месяца. По средам, как и в третий, общий штаб. Строительная компания «Агростройсервис» капитально обновляет этот объект. Директор рассказывает, что ученики, которые сейчас обучаются в здании второй школы, постоянно интересуются, как и что тут в родной. Работы идут в нормальном темпе, в назначенном темпе, который у нас по графику. Сейчас идут демонтажные работы, и параллельно начинаются уже отделочные работы на третьем этаже. Демонтажные работы у нас продлятся, включая внутренние и наружные, до 31 июля. А отделочные работы у нас начались только 1 мая, и сейчас только будет продолжаться. Здания всех трех школ, с которых в Абакане стартовал капитальный ремонт образовательных учреждений, сравнительно небольшие, но даже самые молодые, с трех тридцатой, более 65 лет. Пока актовый зал выглядит вот так, но первоклассники 2025 года увидят его совсем другим. В 30-е школе у нас капитальный ремонт предусмотрен в течение двухлетнего периода, период 24-25 год, и к сентябрю 2025 года весь ремонт должен быть закончен в полном объеме. В настоящее время ведутся демонтажные работы, и, собственно, оценивать состояние школы необходимо, конечно, уже после демонтажных работ. Но если сравнивать, например, с третьей школой, уже визуально, это понятно, что состояние третьей школы несколько похуже, нежели состояние тридцатой школы. В ближайшее время подрядчик у нас закончит все демонтажные работы, мы будем оценивать состояние несущих конструкций, это самый главный вопрос для нас, и, собственно, по состоянию несущих конструкций мы будем принимать решение либо полная замена, либо частичная замена, либо усиление, если где-то не необходимо. Ну, а, собственно, весь комплекс работ пока идёт по плану, по графику. Реклама Более 70 тысяч пациентов доверяют клинике ВИТА+. Ультразвуковой смаз-лифтинг – это замечательная процедура для получения лифтингового эффекта лица, улучшения качества кожи, шеи и декольте. В нашей клинике проводится на аппарате Ультраформер. Современный аппарат Ультраформер в клинике ВИТА+. Абакан. Ленина 70А. Принцип. Объём. Мощность. Температура. Управление. Форма. Важно всё. Водонагреватели для вашего дома. Водолей. Реклама Демонтажные работы продолжаются в зданиях трёх абаканских школ – 3, 10 и 30. Обновление ведётся в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», «Госпрограммы развития образования». Темпы ремонтных работ на строгом контроле. Место проведения штаба в 10-й школе – учительская. Со временем она, как и каждое помещение образовательного учреждения, преобразится. Основное здание школы построено в конце 30-х годов прошлого столетия. В годы войны здесь был госпиталь. В 1967-м в результате капитального ремонта пристроили третий этаж и дополнительное здание, где расположены столовая и спортивный зал. 885 учеников этой школы сейчас завершают учебный год, обучаясь в помещениях других школ. Ну а директор здесь бывает практически ежедневно. Работы идут по плану. Согласно плану подрядчик соблюдает. Каждую неделю у нас проходит штаб, на котором собираются все ответственные люди, обсуждаются вопросы. Ну пока всё, мы идём по графику. На втором этаже полным ходом идёт подготовительный процесс для проведения электромонтажных работ. Тем временем члены штаба обсуждают, какие варианты наиболее современные, эстетичны и безопасны, что повлечёт за собой удорожание, что позволит уложиться в смету. У подрядчика большой опыт ремонтных работ на объектах социальной сферы. На данный момент у нас кровля вся сдемонтирована. Очищен шлак, который служил утеплителем раньше, процентов на 70. Та часть кровли, которая уже очищена, приступили к монтажу стропильной системы. Часть здания и коридор, соединяющий основную со второстепенной, там демонтажные работы выполнены порядка 90%. Ну и также сейчас занимаемся демонтажом второго-третьего этажа. Это отбивка штукатурки со стен, демонтаж старых полов. Здесь было старое отопление, сдемонтировали старое отопление. Приступаем к монтажу нового. Капитальный ремонт в Абаканской школе номер 10 должен завершиться к сентябрю 2025 года. Продолжаем выпуск. Расширение дороги до четырёх полос асфальтирования, новые остановки и парковки. В республиканской столице началась реконструкция улицы Перятинская. Дорожные работы изменили движение городского транспорта. Подробности в нашем следующем сюжете. Тяжёлая техника вновь вышла на улицу Перятинская. В этот весенне-летний сезон продолжается реконструкция второго участка в границах Ломоносова-Стофата. Объём работ большой. Подрядчик не только обновит асфальт, но и расширит проезжую часть до четырёх полос. Кроме того, дорожные рабочие установят новые бордюры, сделают парковки, остановки, водопоглощающие колодцы. Сегодня мы перекрыли первый участок, первый, так скажем, протяжённостью 200 метров. Ведутся у нас сегодня разбивочные работы, чтобы приступить к второму этапу, демонтажу бортового камня, фрезерование асфальта и также выкорчёвывание деревьев, которые будут мешать работам. Из-за капитального ремонта дороги пришлось перекрыть проезжую часть и изменить движение городских автобусов. По Перятинской их курсируют несколько. Это 12, 4А и 22-й. Сейчас автобусы будут ходить по улице Гагарина, уходить на улицу Ломоносова, по Кошурниковой, безымянный проезд, и потом возвращаются на улицу Перятинская. Это вот первый участок будет так проходить, то есть первый участок сейчас ремонтируется от Ломоносова до безымянного проезда, то есть так будет ходить. В дальнейшем, то есть когда подрядчик перейдёт на следующий участок, то есть я предполагаю, то автобус уже будет ходить по Перятинской, безымянный проезд Кошурниково-Журавлёво-Перятинская. В Управлении коммунального хозяйства и транспорта решают вопрос о том, чтобы установить временную остановку на улице Кошурниково ближе к безымянному проезду. Сегодня, как перекрыли улицу, пошли звонки от пожилых граждан, что от остановки до остановки очень большой промежуток. То есть, ну и по карте промерили, это около километра. То есть, да, действительно, если выйти перед Ломоносова и потом следующая остановка, это уже возле Стофата, то есть там порядка километра. И то есть, да, гражданам будет очень неудобно. Будем рассматривать, что, скорее всего, на Кошурниково сделаем по середине временную остановку. Добавим, капитальный ремонт Перятинской проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Реконструкция займёт порядка двух месяцев. Асфальтирование, установка бордюрного камня, обустройство тротуаров, новое освещение. На проезде Северный в Абакане начался капитальный ремонт дороги. Реконструкция проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядчик уже заступил на объект. Тяжёлая техника вышла на проезд Северный. Здесь вот уже несколько дней, как началась реконструкция. Дорога перекрыта от улицы Комарова до Кати-Перекрещенко. От движения транспорта запрещено. Подрядчик уже демонтировал бордюрный камень. В настоящее время на объекте трудятся геодезисты. Также рабочие выкорчевывают деревья. В объёмах у подрядчика на сегодняшний день это установка бордюрного камня, тротуары, парковки все по проезду Северным, подходы к площадкам ТБО, подходы к дворовым территориям, только подходы. Ну и всё в данном случае. Тротуары мы восстановим, освещение там существующее будет. Вдоль Дрены у нас тротуар там есть. В рамках другой программы мы там будем добавлять освещение и тротуар. Строительные работы продолжаются и на улице Перятинская. Напомним, здесь ведётся капремонт в границах Ломоносова-Стофата. Это вторая очередь большой реконструкции. Подрядчик обновит асфальт, расширит проезжую часть до четырёх полос, установит новые бордюры, сделает парковки, остановки, водопоглощающие колодцы. В этот весенний-летний период реконструкция коснётся и проспекта Ленина в границах Ерыгина-Щетинкина. Работы будут выполняться по каждой полосе отдельно, чтобы не создавать неудобства водителям. В планах заменить дорожное полотно и бордюры по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» капитально отремонтируют и проблемный участок улицы Чертыгашево в границах Тараса-Шевченко-Жукова. Улица Чертыгашево, подрядная организация, производит разбивку согласования земляных работ. Улица Чертыгашево будет производиться капитальный ремонт в границах улицы Маршала-Жукова Тараса-Шевченко. Подрядная организация планирует также получить разрешение на производство земляных работ с частичной перекрытием улицы. Потому что там-там выемка у нас глубокая, до 60 сантиметров замена грунта. Дорогу на Чертыгашево расширят до четырех полос, установят новый бордюрный камень, ливневые колодцы. Отметим, в этот благоустроительный сезон капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» коснется пять улиц республиканской столицы. Это Аскизская, Перятинская, проезд Северный, Чертыгашево и проспект Ленина. Реконструкция будет идти до осени. И еще немного о дорожной тематике. Пластик вместо талона, общественный транспорт и льготники республики переходят на новую систему оплаты за проезд. С 1 июля оплачивать поездки можно будет только картой платежной системы «Мир». Она должна пройти регистрацию на сервисе «Карта жителя». Тему продолжит Светлана Побеляева. Чуть более 10% льготников Абакана уже имеют на руках карту платежной системы «Мир», зарегистрированную на цифровом сервисе «Карта жителя». За первые дни мая, по информации Республиканского центра информатизации и новых технологий, 120 поездок по новой системе уже зафиксировано. Специальные терминалы, валидатор установлены на всех муниципальных маршрутах. Частные перевозчики их устанавливают исключительно по желанию. Оплата карты для всех категорий льготников обязательной станет с 1 июля. С 1 июля можно будет реализовать право на льготный проезд только при условии привязки карты платежной системы «Мир» к цифровому сервису «Карта жителя». Это право можно реализовать, придя в управление социальной поддержки, в МФЦ, также в ЦИН в городе Абакане, который размещен по адресу улицы Щетинкина, 18, взять с собой паспорт, также СНИЛС, удостоверение и банковскую карту, заполнить анкету и буквально за счет за считанные дни специалист несет и привяжет вашу карту к цифровому сервису «Карта жителя». Решение, которое приняло правительство Республики Акасии, абсолютно правильное. Собственно, практически все регионы России давно уже перешли. И это, наверное, нормальный, правильный и очень четкий процесс. Другое дело, срок, который предоставлен, два месяца на переход, ну, по моему мнению, очень ограниченный. И вот, посмотрите, осталось буквально полтора месяца, у нас еще 10% льготников перешли, потому что, ну, не надо быть правительством, что в последние дни июня будет просто ажиотаж, и он будет и 1 июля. Поэтому, ну, наверное, логичнее было сделать этот период несколько больше, 3-4-5 месяцев. Самые часто задаваемые вопросы, самые большие опасения, что после того, как вы получите карту, будет определенное количество поездок, не больше. Никаких изменений в этой части правительством Республики Акасии не принималось. Поэтому, как было неограниченное количество поездок, так и оно и сохраняется. В администрации города большое совещание. Главный вопрос повестки – детали и нюансы, связанные с переходом на цифровое предоставление льгот. Общественный транспорт назначенной дате будет полностью оборудован специальными терминалами. Вопрос от перевозчиков – успеют ли все льготники получить к 1 июля необходимые карты. Перевозчики, большей частью, не против новой цифровизации перевозок. Потому что мы, по тем данным, которые у нас есть, мы полагаем, что мы перевозим льготников больше, чем то, как сейчас нам платят. Нам страшно от того, что наши граждане очень медленно привыкают к нововведениям. После 1 июля выбрасывать талоны не нужно. По ним можно будет ездить в автобусах за 20 рублей при иной ценовой политике за проезд. Сейчас вшить свои данные льготников пластик можно в управлении соцзащиты, МФЦ и ЦИНТ на Щетинкино-18. Первое – на валидаторе, на терминале отображается, что это такая-то категория граждан, такая-то льгота. Кондуктор это видит, человек тоже видит, что у него нулевая транзакция и выходит чек. На чеке тоже демонстрируется, что ноль, ничего там с карты не списывается, он спокойно проезжает. И категория льготных граждан также демонстрируется. С 1 июля карты будут использоваться только для оплаты льготного проезда. В перспективе возможно и перечисление на них тех льгот в виде компенсации, которые жители Хакасии получают. Об этом Минтруда обещает сообщить заранее. За трудолюбие, талант и волю к победе. Юные музыканты, спортсмены и художники, воспитанники городских школ награждены почетными грамотами. За минувший год они добились высоких результатов, стали победителями соревнований, лауреатами международных и всероссийских конкурсов. Ими гордится Абакан. Я рад приветствовать в этом зале славное, звездное будущее нашего города. Не просто будущее, а настоящее. Уже сейчас, несмотря на свой юный возраст, своими достижениями, своими успехами, вы пишете славную победу, славную историю нашего города Абакана. Вы то, что называется, играете в одной большой команде, команде, которую мы называем команда города Абакана. Играете на наше настоящее, играете на наше настоящее будущее. Почетные грамоты и памятные подарки. В их числе и футболки команда Абакана на память о сегодняшней встрече. Рядом с ребятами их наставники, тренеры и педагоги. Самое главное то, что это физическое развитие, да, общее. То есть умение за себя постоять. Там где-то все равно уверенность себя развивает. Допустим, в определенных моментах где-то сказать свое слово. В неполное 14 Алиса Капсаргина благодарна рукопашному бою за внутреннюю дисциплину, которую сформировал этот вид спорта. Как и многие из тех ребят, что сегодня в зале, она недавно вернулась с соревнований. Ездила в Иркутск. Позавчера приехала. Первое место в всероссийские соревнования. Кубок Байкала. Первое место взяла. Было у меня 6 человек в рейсе. И все три боя выиграла. Среди 12 ребят, приглашенных на сегодняшнюю встречу, треть – воспитанники музыкальных школ и школы искусства Бакана, лауреты всероссийских и международных конкурсов. Многие талантливые мальчишки и девчонки уже выбрали музыку своей будущей профессии. Мне нравится петь джаз, потому что, ну, английские песни, и можно там расслабиться. Мне они ближе, чем эстрада. После официальной части юные таланты и их наставники за чашкой чая пообщались с главой города. Говорили об умении побеждать, о недавних выступлениях, которыми можно гордиться, и будущих рекордах. Спасают и лечат, учат, сохраняют традиции и культуру многонациональной хакасии. Развивают производство, увлекают за собой. Молодые и талантливые. В Абакане начался прием заявок на соискание премии главы города за высокие профессиональные достижения лучшим представителям работающей молодежи. Десять номинаций. Десять лучших представителей молодежи. Кандидаты на премию выдвигаются организациями города. От каждого трудового коллектива не более одного сотрудника до 35 лет включительно. Необходимо предоставить характеристику с личными успехами молодого специалиста, а также портфолио с анкетой и наградами номинанта. Десять жизненно важных сфер для нашего города. В области образования и науки, в области здравоохранения, в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, в области правопорядка и помощи населению при чрезвычайных ситуациях, в сфере спорта, в сфере культуры и искусства, в сфере молодежной политики и социально значимой деятельности, также в сфере оказания услуг, премия также выручается лучшим молодым предпринимателям и в области средств массовой информации. Традиция чевствовать лучших представителей молодого поколения существует в Абакане на протяжении 27 лет. Десять победителей в своих номинациях получат по 15 тысяч рублей. Заявки на премию главы Абакана принимаются до 10 июня в отделе молодежи управления, культуры молодежи и спорта администрации Абакана. Подробную информацию можно узнать по телефону 22-35-51. И о спорте. 26 мая в парке культуры и отдыха Абакана снова состоится масштабный праздник спорта. Традиционный легкоатлетический фестиваль «Быстрее ветра» вновь соберет всех любителей бега. На дистанции выйдут как взрослые абаканцы, так и самые маленькие жители города в возрасте от 3 лет. В зоне отдыха встретились представители оргкомитета. В этом году участие в масштабном забеге примут порядка 3 тысяч горожан и гостей столицы. Традиционно к абаканцам присоединятся и жители соседних регионов – Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской, Иркутской областей и Красноярского края. Спортсмены и любители бега выйдут на разные дистанции – от 500 метров до 21 километра. Тем временем в зоне отдыха идут последние подготовительные работы. «Основные моменты все прорешены. В принципе, сейчас собрали еще небольшой оргкомитет, наметили последние штрихи, которые надо доделать. Ну, картинка складывается. Пока все идет без нареканий. И все, я думаю, будет хорошо и замечательно». Организаторы напоминают участников забега, которые ранее забронировали слоты на сайте ranabakan.ru, ждут на регистрацию в центре настольного тенниса за день до старта – 25 мая. Там же бегуны получат и стартовые пакеты. А вот сам фестиваль состоится в воскресенье – 26 мая. «Мы все хотели, чтобы лучше все жители города Абакана пришли в субботу, чтобы нам, если приезжие приедут только в воскресенье, чтобы у нас не было большого столпотворения второй день перед самими соревнованиями. Поэтому приглашаем всех. Старты, как запланировано, все согласно программе». Коммунальные службы города также заканчивают подготовку городской территории к проведению фестиваля. 26 мая на некоторых улицах столицы будут введены пешеходные зоны. Напомним, участие в фестивале абсолютно бесплатное. Каждый, кто справится с выбранной дистанцией, получит памятную медаль. И на этом все. Следующая неделя принесет другие новости. О них мы тоже обязательно расскажем. Всего вам самого доброго. Увидимся.